А вы в курсе, что прививку от гриппа получили около 300 тысяч сочинцев? Это 54% от всего населения курорта. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев и жителей края. Ну и сегодня в нашей программе речь пойдет о развитии здравоохранения. Но перед тем, как начать наш разговор с гостем в студии, я хочу отметить, что развитие здравоохранения – это одно из 12 приоритетных направлений, согласно майских указов президента. В следующем году на ремонт и приобретение оборудования для районных медучреждений Краснодарского края, например, планируют заложить полтора миллиарда рублей. Согласно майским указам президента, определены 12 приоритетных национальных задач. Это и развитие образования, сохранение экологии, демографическая политика, внедрение инноваций и цифровизация экономики. Один из самых важных пунктов в этом списке – здравоохранение. Президент недвусмысленно дал понять, что главный показатель благополучия регионов – это, конечно, благосостояние жителей этих регионов и, конечно, долгая, здоровая, качественная жизнь. Вопрос один и тот же повторяется во всех муниципальных образованиях. Это вопрос качества медицинских услуг, качества лечения. Мы не раз говорили, что у нас люди – это самое главное богатство. Люди должны быть здоровыми. И вот вовремя обратиться и вовремя получить медицинскую помощь. Сегодня мы должны это обеспечить. В первую очередь на селе. На следующий год в бюджет Краснодарского края планируют заложить полтора миллиарда рублей на ремонт и приобретение оборудования для районных медучреждений. Современные технологии должны помочь с диагностированием заболеваний на ранней стадии, что скажется и на средней продолжительности жизни. К 2024 году, согласно майским указам, этот показатель в России должен вырасти до 78 лет. Впервые за 20 лет в Краснодарском крае приобретено две лучевых установки. Это последнего поколения, которые будут проводить и лечение онкологических заболеваний, что позволит с третьей стадией максимально повысить выживаемость. Ну и сегодня гость нашей программы, исполняющая обязанности заместителя главы города Сочи Марина Вартазарян. Здравствуйте, Марина Августовна. Добрый день. Рады вас видеть в нашей студии. Ну, первое, о чем хотелось бы поговорить, это вакцинация населения. Зима только началась и сезон простуд, он еще, конечно, впереди. Сколько в Сочи горожан уже привиты и как вообще была организована эта большая работа, очень важная по вакцинации населения города Сочи? Работа была организована, как всегда, очень правильно, очень оперативно и систематично. В каждой поликлинике города и во взрослой, и в детской поликлиниках наших ввелась, соответственно, тому населению, которое приписано к этим поликлиникам, работа. В результате мы привили почти 200 тысяч взрослых и 90 тысяч детей, чуть больше, чем 90. То есть это норма, да? Да, это больше 50%, а если точно говорить, это 54% нашего населения. И мы ожидаем, что данные меры помогут нам избежать гриппа, как это и было в прошлом году, в позапрошлом году и в позапозапрошлом году, когда мы прививали такие большие массы нашего населения сочинского и не получали эпидпорога, превышение эпидпорога за весь сезон предыдущих зим. А сейчас уже прививку делать поздно или еще можно сделать? Ну, вообще говоря, строго, это уже точно поздно. Но всего в этом году прививку от гриппа получат около 3 миллионов жителей края. Больше 90% уже сделали укол здоровья. Как отметила вице-губернатор, были и учащиеся, которые отказались от профилактических инъекций. Некоторые по медицинским причинам, но в основном из-за запрета родителей. Лучше всего прививочная кампания проходит в Северском, Кореновском и Красноармейском районах. Там педагоги провели разъяснительную работу. В итоге у муниципалитетов 100% результаты. Однако не везде вакцинация идет полным ходом. То, что сегодня в школах допущено такое количество отказов, условно, из тысячи детей привито 300, 600 отказов и только там 20 медотводов, это очень странная позиция. Так не может быть. Значит, вы допустили, что родители у вас все подряд пишут отказы от прививок. Это позиция школы, это позиция директора. Работа в некоторых учебных заведениях проведена очень плохо, при том, что у других от плана подчас вакцинация достигает и 100%. Это значит, что директор отдельной школы может разговаривать и находит общий язык с родителями, и директор другой школы этого сделать по каким-то причинам не может. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нам необходимо вакцинировать 80% минимум детей. Многие родители отказывались делать прививку своим детям. Что вы как специалист посоветуете здесь? Мне кажется, я уже просто не знаю, сколько раз об этом говорила. Я абсолютно приверженец одного конкретного, абсолютно доказанного мнения всех наших медицинских светил во всем мире, причем, начиная со Всемирной организации здравоохранения. Это не у нас только в стране так придумано. И эти постулаты говорят о том, что единственный метод, которым можно на самом деле управлять инфекционными заболеваниями, это только вакцина-профилактика. Никакими иными способами, к сожалению, получить необходимого нам эффекта невозможно. Никакие народные, никакие витамины, никакие вспомогательные травы и так далее, они не в состоянии остановить эпидемию. Любой инфекционной болезни, которая может эпидемически распространяться, среди населения. Никогда этого не было в истории человечества. Я думаю, никогда этого не будет. То есть вы советуете родителям не руководствоваться какими-то статьями, прочитанными в интернете, допустим, а прислушиваться все-таки к мнению врачей и специалистов? Да, потому что есть хорошее высказывание, которое говорит о том, какие дети должны перевиваться. Только те, которые нам дороги. И это, по-моему, единственное правильное показание или противопоказание – это отсутствие предубеждения родителей, отсутствие их, можно сказать, темности, непонимания существа процесса. Вот таким образом мы можем оздоровить наше детское население. В противном случае мы можем эту ситуацию настолько усугубить, что у нас появится заболевание, которое мы давно уже забыли, о которых мы успешно причем забыли. И не только мы в смысле медицинские работники, но и наши люди, потерявшие соответствующую напряженность иммунитета. Потому что мы живем в мире, в котором людские потоки постоянно перемешиваются. Все прекрасно это понимают, находясь в нашем городе, абсолютно понятно. Мне кажется, любому человеку, насколько здесь у нас это смешивание людских потоков, мы можем видеть ежечасно, ежесекундно. И поэтому думать о том, что ты каким-то образом, кем-то там хранишься от инфекционных заболеваний, ну это просто, я думаю, заблуждение. Если сказать очень мягко. Потому что мы видим, что ситуация с Корею вокруг нас, она становится пока только хуже, к сожалению. И это касается не только каких-то там стран, которые являются традиционно странами с плохим здравоохранением. Речь об этом вообще не идет. Это страны европейские, это Италия, Испания, Румыния. И здесь есть много смертельных случаев именно от Кореи. И мы давно уже забыли, что такое смерть от Кореи. Украина та же самая рядом с нами. Мы поэтому не должны вообще абсолютно быть в успокоении и тешить себя какими-то, с моей точки зрения, абсолютно дурацкими мифами. О том же американском враче, который якобы нашел связь вакцинопрофилактики с синдромом расстройств аутистического спектра у детей. Такое даже есть. Да, ну это давняя история очень. И все подхватили это. Особенно у нас каждый год, как только начинается перевивочная кампания, тут же начинается антиперевивочная кампания. Все про это вспоминают и говорят, что прививки вызывают развитие аутизма. Но они говорят о том, что чем закончилась эта история, выявили сами же его коллеги, выявили подтасовку фактов в его научном так называемом исследовании. И в результате чего он был лишен возможности заниматься практической деятельностью на всю жизнь. И у нас почему-то об этом не говорят, что именно об этом враче, который связал развитие аутизма с прививками, как раз надо говорить в отрицательном смысле. Потому что человек подтасовал факты. А хотел он свою собственную вакцину какую-то таким образом продвинуть на рынок, сметя с пути всех своих конкурентов. То есть совет родителям, руководствоваться все-таки нужно всегда только здравым смыслом. Конечно, у нас есть врачи, к которым они должны прийти. Если это дети, то это педиатр. Если это взрослый, то это терапевт. И наличие противопоказаний определяет только врач. Сам себе человек или своему ребенку определить эти противопоказания практически не может. Да, совершенно верно. На календаре зима, но я все-таки предлагаю сейчас нам немножко вернуться в лето. Для медиков это в том числе горячая пора. Как прошел этот высокий сезон для сотрудников нашего Сочинского здравоохранения? Не было ли каких-то вспышек, может быть, заболеваний, о которых тоже любят писать в интернете? Мне кажется, в этом году у нас никто не писал ни о каких вспышках. Потому что, во-первых, у нас их не было. У нас не было никаких групповых заболеваний. А групповые заболевания у нас считаются три человека и более. Один случай. И те меры, которые постоянно предпринимаются не только системой здравоохранения, но и, прежде всего, системой Роспотребнадзора, они показывают свою эффективность. Потому что, на самом деле, при таком количестве людей, которые приезжают в наш город со всех сторон нашей страны и за рубежа, конечно, мы должны понимать, что мы находимся в достаточно таком эпицентре возможных всяких отрицательных моментов по поводу инфекционных заболеваний. В этом году у нас ничего такого не было. Все шло в штатном режиме. Наши инфекционные больницы работали, как положено. На следующий год у нас, наконец, после ремонта войдет наша Лазаревская больница, на которую было много нареканий, потому что жителям и гостям Лазаревского района было неудобно обращаться в Дагомыс. В этом году, сейчас, мы надеемся, 25 декабря будут завершены полностью все работы по ремонту, потому что сейчас уже идут отделочные работы этого отделения. И у нас получится в каждом районе есть инфекционные отделения, которые удобно расположены, как правильно по маршрутизации, как необходимо нашему населению и нашим гостям. Еще одно учреждение здравоохранения, открытие которого все ждали с нетерпением, это открытие Сочинского перинатального центра. Он открылся буквально несколько дней назад. Насколько вообще важен этот объект сегодня для города Сочи? И, как я понимаю, не только для города Сочи, но и для Туапсинского района в том числе. Да, наш центр, он межрайонный. Он будет и для жительниц города Сочи функционировать, и для жительниц Туапса и Туапсинского района. Перинатальный центр — это учреждение, которое в значительной степени отличается от обычного родильного дома. Это федеральный проект, который подразумевает под собой самую высокую технологию, самые продвинутые в технологическом плане и в плане кадрового состава для будущей мамы, состоявшейся мамы и для новорожденного ребенка. И, соответственно, будущего ребенка, ну то есть на этих, на всех этапах. Потому что в составе перинатального центра подразумевается и будет функционировать женская консультация, центр ЭКО — это хорошая большая реанимация, не хорошая, это даже, наверное, слишком слабо сказано, отличная реанимация для новорожденных, для маловесных детей, хорошая, прекрасная реанимация для мам. Вот именно этими составляющими отличается перинатальный центр. Смысл не только в том, что есть родильный зал, хотя и родильные залы тоже очень отличаются. Это абсолютно комфортное, абсолютно новое, даже вот по смыслу учреждение, потому что там не просто декларирован принцип совместного пребывания, он весь от начала до конца выстроен в технологическом плане, в бытовом плане, в количестве помещений, наборе и так далее. То есть это на самом деле очень комфортно. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть сюжет с открытия перинатального центра, который стал третьим подобным центром в Краснодарском крае. Это наши операционные автоматические двери, все такое красивое, чистое. Акушер с 53-летним стажем Александра Ясинская даже немного теряется в длинных коридорах нового перинатального центра. Автоматика и современнейшее оборудование здесь на каждом шагу. Врач-ветеран вспоминает, в каких условиях она начинала работать. Теперь медики осваиваются на новом месте. Для всех операций, и для акушерских, и для гинекологических, все здесь приспособлено. У нас иногда получается, 20 человек родит, из них 5 или 6 приходится оперировать. На открытие перинатального центра в Сочи приехал губернатор Краснодарского края. В Олимпийской столице уже готовы принимать первых пациентов. Всех хочу поздравить с этим событием, знаменательным событием, не только для города Сочи, для всего края. С открытием перинатального центра в городе Сочи. Ведь это очень важно для тех людей, которые хотят познать счастье материнства. И вот такой перинатальный центр, поверьте, явно этому поможет. Благодаря президентской программе, президентскому поручению, у нас в крае он уже шестой подобный перинатальный центр. И поверьте, все те, которые уже работают, работают на отлично. Семь этажей. Каждый из них отведен под конкретное направление. Тут и родовые с операционными. Отделение патологии беременности, блок интенсивной терапии и экспресс-лаборатории. Отделение реанимации и интенсивной терапии. Именно здесь выхаживают недоношенных детей. Современное оборудование позволяет сохранить жизнь малышам с экстремально низкой массой тела. Даже крохом весом в 500 граммов. Эти капсулы полностью имитируют естественную среду развития в утробе матери. Пульс, давление, температура, показания с каждого кювеза выводятся на компьютер, чтобы оперативно отслеживать информацию о каждом пациенте. Инкубатор создает определенную влажность, требуемую физиологически, температуру, которая требуется новорожденному в его периоде, и необходимая система подачи кислорода, обеспечения. Этот перинатальный центр ждали женщины не только Сочи, но и всего Туапсинского района. Построенная клиника в год может обслужить порядка 9 тысяч пациенток. Тут помогут и в случаях, когда завести ребенка никак не получается. В центре есть свое отделение репродуктивных технологий. В Сочи это единственное место, где бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования можно будет пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Здесь же врачи будут вести всю беременность и продолжат наблюдать маленьких пациентов после родов. Мы сегодня говорим, что здесь будет рождаться счастье. Безусловно, здесь будет рождаться счастье. А самое главное, здесь будет рождаться будущее и Сочи, и края, а может быть, конечно, и гордость всей страны здесь тоже может родиться. Вот условия. Наша задача создать условия. Сегодня условия мы создаем. Отдельное внимание, конечно, оборудованию. Оно здесь по последнему слову техники. Например, в операционных установлена специальная система фильтрации воздуха, которая создает особый микроклимат. Но несмотря на то, какое установлено оснащение, важно и кто за ним будет работать. Высокотехнологичная медицинская помощь, которая явно здесь присутствует, в этом здании, в Саруминишем, в перинатальном центре, она ничто без профессиональных рук врачей. Вот они неотъемлемая часть высокотехнологичной медицины. Поэтому сейчас стратегическая задача, уже явно медперсонал подобран, но чтобы они все время повышали свою подготовку, свой уровень. Все время, что открывается, создается, новые препараты, новая аппаратура, новые технологии. Вот врач в целом и по краю, которые особенно будут работать в перинатальных центрах, и уже работают, и в этом. Они даже не отстать от того прогресса, который сегодня стремительно, очень стремительно развивается в медицине. Было привлечено много и анестезиологов, и реаниматологов с разных регионов. Мы и те привезли свое что-то новационное, обучали наши своих. То есть здесь и есть микс, который такой рабочий. Сочинский перинатальный центр можно назвать одним из самых современных в стране. Здесь способны делать сложнейшие операции, как мамам, так и появившимся на свет детям. Пройдясь по этим этажам, по этим палатам, по операционным, можно смело сказать, что на все случаи у нас есть свой алгоритм действий и необходимые условия. Это самое главное, чтобы оказать любую медицинскую помощь для того, чтобы ребеночек все-таки родился здоровым. Это будет огромная возможность, которая все-таки, уверен, в Сочи появилась благодаря настоящему перинатальному центру. После экскурсии по центру Вениамин Кондратьев встретился с врачами, которые будут здесь работать. Это своеобразный сплав из очень опытных медиков и молодых технологичных специалистов. Профессиональный подход и современное оборудование однозначно внесут вклад в улучшение демографической ситуации, заметил глава региона. Но, пожалуй, самая главная оценка новому перинатальному комплексу – то, что рожать здесь мечтает каждая будущая мама в Сочи. В продолжение темы строительства новых объектов, хотелось бы поговорить об офисах врачей общей практики. Сколько их в Сочи было открыто в этом году и сколько у нас их всего сегодня в городе, и насколько вообще необходима эта работа по развитию этой сети сегодня? Вообще, с самого начала, это был 2013 год, мы запланировали 7 офисов врачебной практики построить в нашем городе. И постепенно мы к этому количеству подходим, потому что в прошлом году мы открыли один офис, в этом году два практически, можно сказать, уже открыли, второй построен, сейчас мы получаем лицензию. И на следующий год запланировано еще два, и на 2020 год еще один. Таким образом, у нас их будет 7. Кроме этого, на следующий год у нас начинается строительство так называемых модульных ФАПов. Это тоже объект здравоохранения, не похожий на обычный ФАП, потому что там тоже достаточно много помещений. Ну а ВОП, я думаю, все уже видели, потому что мы с удовольствием демонстрируем наши ВОПы и гордимся ими. Спасибо, что это у нас краевая такая программа хорошая, но основная часть денег – это краевые субвенции. И 20% софинансирование от города. Поэтому, конечно, молодцы, и те, и другие, все прекрасные нам строят ВОПы. ВОПы желтенького цвета, практически мини-поликлиника, потому что это не один кабинет, а кабинетов там 4-5, там есть процедурный кабинет, приювочный кабинет, хороший холл для ожидания, санузлы, которые даже предусматривает маломобильных граждан. Вокруг есть территория, на которой можно летом с детишками ожидать приема. В общем, все условия практически не так, как когда-то показывали образ сельского здравоохранения. Типа небольшого «хорошо, если есть здание отдельно стоящее, или это все приспособлено». А когда-то, когда-то давно это были вообще такие лачушки. Но, тем не менее, жизнь идет вперед, и я считаю, что смысл этого ВОПа – это не только то, что люди получают комфорт. Это, прежде всего, смысл в том, что люди получают другой смысл всей этой первичной медицинской помощи, который заключается, прежде всего, в том, что врач общей практики отличается от обычного терапевта или от обычного педиатра тем, что он специально обучен основам всех остальных специальностей, которые необходимы врачу, работающему в сельской местности. И он прекрасно ориентируется в первичных заболеваниях лорорганов, неврологии, офтальмологии, гинекологии и так далее. То есть он врач более широкого профиля, и он может выявить эту первичную патологию, лечить то, что ему подвластно, а то, что уже очень серьезное и требует стационарного лечения, он направляет в больницу. Таким образом, с собой заменяя мини-поликлинику. Да, действительно. Ну а в целом, к 2020 году в Краснодарском крае должны построить 500 кабинетов врачей общей практики. В этом году их построили уже около 30. Строительство таких медицинских офисов – это один из часто задаваемых вопросов губернатору на приемах граждан. Смотрим сюжет. Женщина просит у главы региона построить еще одну сельскую амбулаторию. По поручению губернатора на возведение нового кабинета врача общей практики выделено больше 10 миллионов рублей в рамках краевой программы. Деньги сегодня мы системно предусмотрели на следовательство офисов. Сам врач есть на примете? Потому что здесь важен врач. Он должен знать наперечет историю болезни каждого жителя прилегающего или который входит в зону ответственности данного врача. И тогда это будет то, о чем мы говорим. И люди будут уверены в своем враче. Для этого и есть офисы врача общей практики. То есть он один, но отвечает за всех. Сегодня в крае активно занимаются строительством сельских амбулаторий. Власти поставили амбициозную задачу – возвести 500 кабинетов врачей общей практики к 2020-му. Каждый год в регионе их открывают больше 20-ти. Вениамин Кондратьев акцентирует внимание Минздрава Краснодарского края, что нужно учитывать количество населения при возведении ВОПов. В Березанской он должен появиться уже до конца этого года. Жители уже видят, что реально строится офис. Поэтому 28 декабря окончание официальное строительство. И я думаю, с Нового года жители уже вполне могут пользоваться этим офисом. Среди тех, кто приехал на прием к губернатору, который он провел по поручению президента России, Марина Аксенова из станицы Воздвиженская. Там люди просят построить новый офис врача общей практики. В населенном пункте есть амбулатория, но в старом здании уже невозможно принимать пациентов. Ближайшая скорая помощь находится в 15 километрах. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы, Тимиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Вениамин Кондратьев уверен, медицинское обслуживание в станицах и поселках не может быть хуже, чем в городах. А также должно учитывать специфику жизни селян. Я сам знаю, по своим родителям, то есть, как правило, никогда, то посадка, то прополка, то сбор урожая, то закрутка, то закатка. Знаете, вот настолько увлечены трудом с раннего утра до позднего вечера. Да, такой у нас уклад жизни, я согласна с вами. Офис врача общей практики однозначно должен быть рядом с ними. Поэтому максимально поддерживаю инициативу, притом каждого населенного пункта. Это даже невероятное количество, сколько там людей живет. Еще подчеркиваю, селянина сложно, это тащить к врачу сложно, даже практически невозможно. Но тогда врач должен прийти к селянину. Обратно в станицу, в Воздвиженскую и Курганинского района, Марина Оксенова отправилась с хорошими новостями. Новый офис врача общей практики должен заработать уже в феврале следующего года, а здание старой амбулатории отремонтируют. Еще важная тема, которую хотелось бы обсудить, это борьба с онкологическими заболеваниями. В Краснодаре, например, планируют построить онкоцентр. Новый в Сочи также существует отдельное медучреждение для борьбы с раком. Каков сегодня уровень подготовки наших сочинских медиков и операции, какого уровня сегодня мы можем проводить в нашем онкоцентре? Мы недавно проводили городскую конференцию, на которой онкологи рассказывали врачам первичного звена об опухолях различной локализации. И меня очень приятно порадовало то, что у нас много молодых перспективных врачей, которые работают в онкодиспансерии, они занимаются не только врачебной деятельностью, но и научной работой. Это сразу наш онкодиспансер поднимает на более высокий уровень. Представлены врачи всех специальностей в онкодиспансере. И у нас есть необходимое оборудование для того, чтобы оказать практически при всех локализациях, за исключением опухолей легкого и опухолей головного мозга, этих пациентов мы направляем в краевой онкодиспансер и в краевую больницу номер один. А так это у нас современное оборудованное медучреждение, правильно? Абсолютно, да. С хорошими, кстати, очень показателями, которые, в общем-то, мы в пятерке лучших, по некоторым показателям лучшие вообще по краю. Ну а в целом же в Краснодарском крае ежегодно выявляют 23 тысячи онкобольных. Очередным шагом в борьбе с раком может стать строительство Центра ядерной медицины в Краснодаре. Давайте посмотрим. О планах и сотрудничестве говорили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров компании Мединвестгрупп Виктор Харитонин. Он рассказал, что у холдинга есть опыт в создании онкоцентров, радиохирургии и лучевой терапии. В России уже работают 11 частных комплексов по высокочастотной диагностике и лечению рака. Нужно, конечно, сегодня обсуждать, и не просто обсуждать, а еще раз подчеркиваю, прийти к решению, что подобный центр, современный центр радиохирургии и лучевой терапии появился в нашем крае. Он должен дать надежду и выздоровление тем, кто, может быть, эту надежду уже потерял, онкологически больным. Вернуть веру в то, что медицина может продлить жизнь. Мы сегодня в крае предусмотрели 50 гектаров земли в городе Краснодаре для создания такого современнейшего медицинского кластера. И наша принципиальная задача, чтобы вот на этих 50 гектаров разместили самые современнейшие лечебные учреждения. Поэтому здесь, в первую очередь, я и коллег призываю к очень серьезному отбору, в том числе и по параметрам, которые вы предлагаете для вашего центра. Понятно, что это полномасштабный центр ядерной медицины, но я хотел бы, чтобы на самом деле у нас был лучший из лучших центров онкологических ядерной медицины. Мы видим, какой есть бурный рост именно в этих услугах и какой эффект они дают в части качества жизни, продолжительности жизни. Безусловно, это все статистически подтверждается. Минемин Кондратьев поручил профильным министерствам детально изучить предлагаемый проект. Кроме этого, губернатор напомнил, что в Краснодаре уже принято решение о строительстве нового краевого онкологического центра и расширении действующего. Для Кубани это актуальное направление, так как в регионе ежегодно выявляется 23 тысячи онкобольных. Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть, это исключение управления здравоохранением из структуры городской администрации. Почему было принято такое решение? Решение не принято ни городскими властями или краевыми властями, это выполнение федерального законодательства. Закон этот вышел еще в 2010 году и постепенно все муниципальные учреждения здравоохранения во всей стране переходили в краевое подчинение. Что и произошло в нашем городе тоже. Мы всех уже отдали в министерство здравоохранения, идет рассмотрение пакета документов по каждому учреждению. И до конца года все будут уже переданы в краевое подчинение. Для наших пациентов это абсолютно ничего не изменит. Как лечились сочинцы в городской больнице номер 4, так они будут там лечиться. Номер 1 или номер 5 или номер 2 в Адлере, то то же самое они будут делать и на следующий год. Только учреждение будет называться не МБУС, а ГБУС. Смысл самой медицинской помощи никак абсолютно не изменится. А если на пациентах это не скажется, а на специалистах, которые сегодня работают, медсестры, врачи, как-то изменится? Абсолютно. Нервных движений делать не надо, потому что все сохраняется на прежнем уровне, в том же самом количестве. И не сокращаются никакие учреждения нигде. Это здорово. Марина Августовна, спасибо большое за очень интересный разговор. Рады были вас приветствовать в нашей студии. Спасибо огромное. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была исполняющая обязанности заместителя главы города Сочи Марина Вартазарян. Спасибо огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш город Сочи и Краснодарский край. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в субтитрах.